такой вопрос здравствуй брат евгений вопрос вот какой меня зовут на праздник какой-то старославянский я понимаю что нам грешники одни будут и я буду как ворона белая я грешу и много но про бога всегда и всем говорю испортить им поклонение идолам или нет ну насколько я понимаю брат вопрос задает наверно немного с юмором но мне кажется что в каждой шутки из доля шутки аль остальное правда потому что христиане зачастую действительно приходят на какие праздничные мероприятия чтобы их испортить ну так условно конечно говоря но суть вопроса такая пойти ли на старославянский праздник и проповедовать ли им там иисуса христа и тем самым испортить им весь праздник их нет ну я так считаю что в евангелии говорится следующее если кто из неверных то есть из неверующих позовет вас и вы захотите пойти идите но портить им праздник не стоит объясню почему обратите внимание что иисус когда попал в кану галилейскую на праздник на свадьбу он там никому праздник не испортил и не испортил свадьбу нигде в евангелии не говорится что он там кричал во весь голос на свадьбы покаятесь грешники вывод идете там и тому подобное нет но наоборот иисус прекрасным образом там находился да еще и на третий день вино им создал лучшее чем то было в начале свадьбы или к примеру давайте возьмем ситуацию с апостолом павлом когда он прибыл в один город и нашел у них там надпись с табличкой написанной неведомому богу ну у них там что-то типа памятника стояло и заметьте что после павел он не ворвался в город и не сказал вы тут все язычники и долопоклонники грешники кайтесь ну и так далее там он не стал рубить с плеча и не испортил людям так сказать праздник тем самым но павел был очень мудрым в этом вопросе и поэтому он подошел очень мудро сказав я вижу что вы люди особо набожные то есть павел можно сказать проявил уважение к их нему так сказать религиозному вероисповеданию я вижу что вы очень набожные люди и у вас тут надпись неведомому богу которого вы не знаю чтите но павел мудро говорит вот этого бога которого вы не знаю чтите я вам и проповедую поэтому если тебя пригласили на старославянский праздник и ты не против туда пойти конечно пойди не нужно ничего там портить имей мудрость божью может быть ты своим свидетельством об иисусе христе коснешься одного или двоих людей ты просто с мудростью божьей можешь посеять семя и и она в свое время может зайти поэтому если у тебя брат и желание пойти на этот старославянский праздник пожалуйста сходи и возможно ты там кому-то посеешь доброе семя евангелия но если у тебя желания нет то не иди не иди с целью портить им праздник и говорить что они все тут отступники в ад идут что они тут бесам поклоняются тогда таким образом ты и действительности людям все испортишь и вряд ли ты кого-то обратишь к иисусу таким способом но если ты подойдешь мудро к этому вопросу примерно как апостол павел то возможно и ты сделаешь кого-то из них учеником иисуса христа всех благословений если брат ты надумал туда идти благословений тебе и мудрости от бога ну и самое главное ты говоришь что ты сам грешишь многое ну также чтобы проповедовать евангелие во первых ты сам должен быть обращенным прежде чем ты старого вера впытаешься обратить будь обращенным сам господу исповедуй свои грехи покайся попросил бога наполнения духом святым и тогда ты сможешь с силой и властью божьей с его мудростью сеять божье семя но для тех кто уже верующие люди имеющие духа святого также используйте благословенное божье слово и сейте его везде как и повелел наш спаситель идите и проповедуйте евангелие всему творения аминь